всем привет это новая серия рубрики клиенты мы продолжаем рассказывать о тех автомобилях которые обращаются к нам мастерскую но эти автомобили они даже больше не являются нашими клиентами а наверное этому их можно считать нашими проектами потому что изначально парни пришли ко мне и обратились такой идеей что и что они хотят проехать на простых 24 волга во все в оригинале из москвы до боли и услышать это было конечно что-то такое как будто там ну здравствуйте я хочу полететь в космос вот что-то из этой серии но тем не менее я им сказал сразу что нужно брать техничку нужно брать профессионального мастера нужно брать с собой кучу запчастей быть готовыми ко всему на что они сказали нет мы совсем справимся сами и хотим это сделать ну реально по правде и показать все это люди в наших блогах и так далее вы можете увидеть их это экспедиция восход прошло некоторое время посмотрите что у них получилось ващества ващества Берегов Атлантики Мы экспедиция «Восход» и мы добрались Как вы могли видеть, парни доехали не только из Москвы до Бали Но потом у них была еще одна экспедиция из Москвы до Атлантики Это, конечно, сумасшествие, но тем не менее у них это получилось Самое сложное на пути из Москвы до Бали был Тибет Потому что там были перепады высот И они ехали на высоте больше 5000 метров На стандартных 402 моторах с карбюратором Здесь ничего особенного такого у них не было Единственное, что мы понимали, что они поедут в высоту И нам нужно было создать им определенные условия именно для моторов Чтобы они работали там на высоте И так мы сделали им высотные карбюраторы То есть они специально обедненные Чтобы нужно было мало воздуха Они подавали мало топлива И поэтому автомобиль продолжал ехать Тем самым у парней можно увидеть это в блоге Все ссылки я там, конечно, ниже Что они в Тибете могли... Звонили нам и рассказывали, что они едут на третьей передаче На высоте больше 5000 метров И они просто в шоке, что Волги прут И все это происходит по-настоящему Поэтому им все удалось Мы едем 123 километра на 3550, друзья Вот на что способна советская Волга, между прочим Друзья мои, мы на третьей передаче На высоте 4600 Набираем, набираем Представляете? Уже не набираем Как часики работают Волжаночка, да? Температура двигателя вообще... Муа Красота? 5000 Пробежаемся к отметке 5300 И ползем вперед уверенно Хотя личное состояние экипажа написано на их лицах Подросни чуть-чуть, да На высоте перевала, ребят Ну не обошлось, конечно же, без проблем К сожалению, на одной из Волг развалилась коробка И что делать там с коробкой, конечно же, непонятно Сейчас я включил четверочку На четверочке почти никаких неприятных звуков И мы большую часть времени стараемся ехать теперь на ней Хорошо Первая, вторая, третья Это уже какая-то жесть Пришлось отсылать им маленькую коробку Четырехступенчатую Которую они поставили И поехали дальше Но это было тоже еще одно сумасшествие Отдельная история Я думаю, это тоже у них в блогах есть Так вот Сейчас парни замахиваются уже Еще на более крутое испытание Они хотят поехать не только на автомобилях Но и плыть на лодках через Атлантику На веслах Без всяких парусов Без всяких моторов Сами своими силами А потом ехать еще по Америке Уже на Волгах И там будет, ну, очень большое расстояние В районе там тоже где-то 20 тысяч километров Сейчас у них будет небольшое мини-испытание Они поедут на юг России Они хотят проплыть на веслах Они хотят проехать на Волгах Но небольшое расстояние Это будет некая тренировка И сейчас автомобили приехали к нам, чтобы пройти ТО Что с ними произошло в момент, когда они ехали по Европе Мы сейчас с вами все увидим Покажем и расскажем Так что экспедиция Восход Снова в победу Тим Гараж Поехали Ну, начнем говорить о проблемах Первое, что парни сказали Когда приехали на вот этой Волге Которая красная Видите, она из них одна больше красная Другая больше белая У нее был странный звук из мотора Мы его тоже слышали, естественно Открыв капот Мы увидели, что фильтр, который вот здесь Как вы видите, держится прочно На этой машине болтался очень сильно Но, естественно, создавался резонанс Звук, стук и все что угодно Мы подумали, что просто от вибрации открутился фильтр Открутив фильтр, мы увидели, что не прикручен сам Болтается также сам карбюратор Возможно, это произошло из-за вибрации Но, конечно, навряд ли Потому что здесь-то все в порядке Поэтому, скорее всего, его плохо затянули Из-за того, что все болталось и откручивалось Нет, болтика здесь Здесь его тоже не было Мы прикрутили Также, вот для болтов Посадочные места Их здесь тоже нету Куда они делись? Ну, отсюда они, естественно Так как фильтр сверху Они, скорее всего, потерялись А вот здесь это уже может быть страшнее Потому что он может залезть в мотор Но так как из мотора пока что нет никаких звуков Посторонних В моторе, скорее всего, их нет Но, заглянув в ускорительную камеру Мы увидели, что один из болтиков лежит вот здесь Надеюсь, вам видно Вот он Ну, это, конечно, жесть Как он тут застрял и как не упал В общем, парням везет Мы идем дальше и посмотрим, что тут еще Так, ну все, карбюратор у нас прикручен Мы сразу положили новый фильтр Когда мы хотели менять топливный фильтр Обнаружилось, что уже шланг Смотрите, весь в трещинах И тут огромная такая А, вот еще, смотри, какая трещина В общем, шланг мы тоже меняем топливный Остальные шланги пока в норме После юга еще раз проверим Поехали дальше Теперь тут будут стоять гейтовские шланги Американские Поэтому качество будет получше Также, кстати, вы могли заметить Самое внимательное Что тут переделана немного система охлаждения Сделано это специально для жарких стран Чтобы автомобиль лучше переносил жару Также здесь стоят коллектора 4.2.1 Так, ну что, фильтра мы поменяли все Кроме масляного Его мы поменяем, когда будем менять масло на подъемнике Также мы долили антифриз в одну из машин Почему-то здесь не хватало литров 4 где-то Антифриза Мы также посмотрим еще на подъемнике Еще раз, не течет ли он откуда-то Потому что это очень странно Свечи мы оставим пока эти На юг им хватит, а перед Америкой мы тоже их заменим О магической электрике 24-й Волге Можно рассказывать очень долго Поэтому, решив заменить амперметр Чтобы ребята видели напряжение сети Пришлось немного разобраться И при разборке Начали свершаться магические сюжеты, конечно же У нас пропало напряжение на главном плюсовом проводе Причем, вот он плюсик Он идет на стартер Мы его здесь тоже прекрасно находим Но почему-то он не прозванивается Не стал прозваниваться, пропал плюс Мы искали В общем, суть в чем Как всегда, методом дедукции Мы пошли по проводу И нашли вот такую историю Смотрите, внутри этого толстого провода Давно уже проходило Некое замыкание Это говорит нам Ну и окисление, естественно То есть был слабый контакт Тут все окислялось Это говорят нам эти провода Это силовой провод Который, в принципе, один из основных плюсовых Который идет в салон Поэтому Хорошо, что это не случилось Где-нибудь по дороге Не знаю, в какой-нибудь стране далекой Но парни Я думаю, точно этого не нашли причины бы В местных сервисах Но это заняло бы, мне кажется, большое время Хорошо, что мы нашли эту проблему И сейчас ее будем устранять Поехали Так, ну что, автомобиль первый у нас на подъемнике Это номер 534 Назовем его так Которая красная, да? А, нет, белая У нее мы нашли самое первое, что бросилось в глаза Это подшипник правого колеса Стука сильного нет Но есть люфт небольшой Руками он чувствуется Да? Вот Можно подергать Ну, можем попробовать Попробуй Ну, не увидит Ну, в общем, есть здесь люфт Который надо устранить Естественно, при дальних дорогах Никаких в подшипниках люфтов быть не должно Далее мы поднимаем выше И посмотрим, что есть еще Мы находимся под машиной И у обеих машин появилась одна проблема Это Что? Крестовины кардана Разболтаны Разболтаны крестовины кардана У одной причем спереди, а у второй сзади Сейчас мы покажем Мы специально зажимаем хвостовик, чтобы он не двигался И Ну, видно, что вот люфтит Есть движение в крестовине Это тоже, конечно, нужно устранять Поэтому мы меняем крестовины обе Ну, естественно, сразу обе Чтобы потом вторая тоже не приказала В целом, ну, надо посмотреть, что с ручником Потому что он не держит Видимо, либо тросики закисли Либо барабаны нужно будет отрегулировать Колодки барабанов Подвести их чуть поближе Потому что видно, что тросики шевелятся Но ручник не держит За ручника тяжело Да, также мы, конечно, обслужим барабанные тормоза Чтобы не было проблем в дороге И Прошприцуем передний подвесок Да, естественно, нужно прошприцевать подвеску Потому что здесь шкварня у нас От 3110 с дисковыми тормозами Ну и замена всех масел, естественно Так что Мы погнали Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, мы уже ускоряем темп Так как парням нужны завтра вечером уже автомобили У нас завтра предстоит еще одно путешествие за одним донором Поэтому мы практически в ночи опять под машиной Мы загнали уже, как вы видели, второй автомобиль В нем есть похожие неисправности Такие как люфт в кардане в крестовине Продемонстрируйте, Александр Вот есть даже, да, вот такие вот звуки В этом автомобиле была интересная история Можете посмотреть также в видео у парней С выхлопом Когда они его некачественно поменяли в одном месте И потом им пришлось его чинить где-то в Европе В общем, да, к тому, как были подготовлены наши машины Есть большие вопросики Слышишь звук? И им сделали вот так Как-то все жестко сварили Вот вы можете увидеть Но самое главное Вроде как он... А, и даже сечет чуть-чуть Есть Но суть не в этом Он работает вроде как ничего Но проблема в другом Что так как его неправильно криво сварили Он бьется здесь о кардан Возможно, поэтому и появился люфт в крестовине Также видно вот здесь веселуку В общем, он еще бился об амортизатор И поэтому он сгорел Но именно не сам амортизатор, а пыльник Амортизатор и верхний Его вот так вот жестко тут перемотали Изолентой можно замотать А что он... кто так сделает? Ничего не понял Да нам торопились, видимо, делали быстро очень А что мы не обвязали? Какую-то хрень, непонятно Эта штука, она соединяет просто Сальничек создаем Вручную Изолентой Русской Поэтому нам предстоит переварить правильно глушитель Чтобы он все-таки был в порядке А не вот с такой вот С такими дефектами Я думаю, когда парни ехали по дороге У них подбрякивало тут весело Именно в районе кардана Далее мы также посмотрим барабаны Обслужим Естественно, прошприцуем подвеску Ну, естественно, заменим масло, фильтра Хочется быстрее все сделать И готовиться к завтрашней поездке Как бы вам рассказать эту историю? Походу, надо снимать вообще все передвижения наши, которые происходят Потому что ребята из экспедиции попросили съездить на свадьбу И отвезти жениха с невестой на одном из их автомобилей Я поехал на МКАДе где-то на 100 км в час на пятой передаче Ну вот, как всегда, я начал говорить И села батарейка Самый ответственный момент В общем, у нас произошла небольшая трагедия По одной просьбе парней съездить на свадьбу Отвезти жениха с невестой на одном из автомобилей И, в общем, на МКАДе на 100 км в час У нас взорвалась коробка Просто это, ну, реально Это как будто был взрыв На самом деле коробка словила клина Сейчас покажу, во что это обернулось Эта коробка, хочу сказать сразу Она была поставлена бэушной Парни торопились, ее особо даже не перебирали Нашли бэушную коробку Так как где-то в Тибете у них сломалась одна первоначальная На которой была эта машина Не эта, а та, красная Им присылали четырехступенчатую коробку, которую они поставили на нее Но когда они вернулись в Москву, перед путешествием в Европу Они поставили бэушную коробку, пятиступенчатую Но ничего с ней не делали И что с ней, о ее судьбе вообще мало кто что знал В общем, был определенный риск Слава богу, она проехала Европу Но этот риск все-таки, как сказать Ну, в принципе, был оправдан Потому что хорошо, что она взорвалась сейчас здесь, в Москве И вот я вам покажу, что с ней стало Вот, посмотрите Мы ее уже сняли, естественно Сейчас я поверну, покажу с другой стороны Конечно же, при не очень больших бюджетах парней Сейчас попадать на эту историю Еще тем более после ТО Это не очень круто Потому что мы поменяли крестовины в карданах И из-за того, что заклинила коробка Опять разбила крестовину одну Я дал в ремонт карданы И, в общем, предстоит их ремонт За это придется платить И опять же, нужно сейчас искать коробку Был вариант или искать бэушную Перебирать ее, чтобы она хотя бы была Чтобы в нее хотя бы была вера Или покупать новую Новую я нашел в Москве Можно купить в магазине за 24 тысячи Купить бэушную и перебрать ее Будет стоить где-то 20 Ну, около 20-18 где-то тысяч А парням уже уезжает через буквально 5 дней Все как всегда Как вы видите, машина опять на подъемнике Нам удалось починить коробку Точнее, мы заменили ее Из-за небольшого бюджета парней Так как у них очень много трат и без автомобилей Пришлось брать перебранную коробку То есть менять, сдавать нашу сломанную И брать уже восстановленную С гарантией Надеюсь, она будет держаться молодцом Поэтому сейчас еще мы меняем задние колодки Мы отбалансировали два кардана Один починили, который после взрыва коробки Тоже деформировался Вот как раз причина, почему мы меняем колодки Потому что уже они отошли И могли оторваться в любой момент Вот, кстати, кардан отбалансированный Мы видим новые грузики На одном из карданов грузиков вообще не было То есть, походу, он даже не балансировался А коробка вот С виду она такая же бушная, как и была Но мы еще даже не заводили с ней машину Сейчас посмотрим, как она работает Итак, ответственный момент Мы заводим, наконец, помененную коробку Посмотрим, что нам подсунули С гарантией 3 месяца Так что, парни, если что Я знаю, куда ее сдать Посторонних шумов нет, как на прошлой У нас небольшие тесты Первый выезд Сейчас, послушаем Автомобили, наконец, экспедиции мы закончили Сейчас за мной стоит белая Я на ней только что прокатился Она очень уверенно себя чувствует Единственная, конечно, проблема в коробке Именно в синхроне На третьей передаче он, в общем, переключается со звуком Но если это делать нежно Все происходит нормально Как и с любой дамой По автомобилям я вам сейчас сделаю обзор На красной я тоже проехался Но в ней столько уверенности нет, сколько в белой Потому что в прошлый раз я тоже ехал на коробке Просто 100 км в час, и она бахнула Мы поменяли ее на бушку, на которой нам дали гарантию Но суть в том, что когда мы ее поставили Когда масло прогревается на коробке Слышны звуки шестеренок и подшипников Поэтому, в принципе, эта коробка не сильно отличается от старой Конечно, это все происходит, потому что у парней ограничен очень бюджет Потому что по-хорошему сюда поставить или новые, или хорошо перебранные коробки нашими парнями Но, к сожалению, нет времени и денег на это Поэтому, как всегда, экспедиция будет переживать риск определенный Ну, посмотрим, что у них получится в их блоге А сейчас я сделаю обзор Так, ну что, начнем с внешней части Как вы видите, это Волга 24-02 Покрашена она в красно-ретро-белый цвет Это специально парни выбирали его, чтобы быть похожими на то время СССР, ну, оттенки тех времен Чтобы получилось какое-то уникальное сочетание для нашего времени До того времени это было обыденным Но, все равно, красный цвет они выбрали более такой насыщенный И он очень выделяется в толпе Поэтому автомобиль выглядит, ну, со стороны достойно Дальше мы видим наклейки экспедиции И их адрес группы ВКонтакте Потому что ВКонтакте поддерживает экспедицию Восход Далее, в багажнике мы видим вещи, которые им необходимы Здесь, это насос, чтобы накачивать колеса Эти приспособления, которые, кстати, по-моему, они не пустые Они использовали для того, чтобы провозить топливо незаметно Там, где этого делать было нельзя Они ехали где-то или в Китай, или в Тибете И там нельзя с собой возить топливо Потому что, а, где буддистские храмы, где-то в этом районе Потому что могли произойти акты самосожжения И что-то в этом духе Ну, это вот вы можете как раз в своих блогах узнать Точнее, это интересная история Но, с одной стороны, да С другой стороны, как ехать на машинах без бензина Ну, а заправок там, естественно, нет В этих местах Поэтому тут еще много всякой мелочевки Что им понадобится в дороге Также их баннеры для мероприятий, которые они устраивали по дороге, по пути И в других странах, и в Москве Перейдем к мотору С одной стороны, ничего сложного С другой стороны, есть определенные фишки К сожалению, тут грязновато Здесь стоит карбюратор уже нового образца Он сделан на тросике уже газа Чтобы он работал без подсоса И спокойно ребята могли заводиться Мы им делали высотные карбюраторы Сейчас, конечно, они сняты Сейчас стоят обычные городские карбюраторы Для нормального сочетания воздуха, смеси Как вы видите, тут стоит масляная колба старого образца Это 402-й двигатель, который был восстановлен И сделан, ну, перебран, сделан с нуля Также здесь чуть охлаждение изменено Стоит вакуумный усилитель тормозов Гуру здесь нет В принципе, все просто и легко Чтобы автомобиль мог ехать Без каких-то лишних причин для остановок и поломок Пойдем в салон В этом красном автомобиле салон стоит вроде как А2410 Но он перетянут к коже Я на самом деле такое не видел Но хозяин говорил, что это вроде как А2410 И вот, смотрите, такой вариант бывает как раз под обивку Это было небольшим, но бонусом Когда мы покупали автомобиль Кстати, как автомобили Эти автомобили были куплены все, естественно, с рук, с нуля, БУ И были восстановлены тоже, перебрано все Подвеска, моторы, коробки и остальное Здесь единственное, что из допов Ребята сделали себе электричество 220 вольт Потому что они ехали достаточно продолжительное время Им нужно было заряжать камеры, телефоны и все остальное Чтобы держать связь, естественно, GPS, навигацию Поэтому здесь вот такая вот милая розеточка стоит Прямо в этом кармашке посередине Здесь небольшое богатство Здесь монеты из разных стран И они были разбросаны, я их сложил аккуратно Ну, также, естественно, крепеж Откуда-то фонарик они надыбыли от мотоцикла Не знаю, может они сигнализировали им что-то Вроде ничего больше дополнительного здесь нет Все оборудование работает на батарейках Единственное, конечно, зарядка Чтобы они заряжались Все, переходим к другому автомобилю Белый цвет тут преобладает В нем тоже те же самые цвета Только сделано в зеркальном отражении Также адрес страницы ВКонтакте Но здесь, как мы можем увидеть Больше барахла, больше вещей Здесь, естественно, две запаски На том автомобиле у нас одна запаска И тоже емкость под топливо Здесь еще кейс Кейс такой специальный для вещей дополнительных Также здесь очень много зипа И то есть запчастей, которые могут понадобиться Парнем в дороге Это прокладки Это муфта сцепления, кстати, которые мы меняли Это герметик, свечи Замок зажигания Литол Тут тоже смазка Масло, это как раз, которое меняло Я им положил Литруху колодки Обезжириватель Также цепи для автомобиля Это когда они, видимо, ехали тоже по горам По снегу, дополнительно аккумулятор Трафареты какие-то для... Чтобы оставлять свои знаки В общем, этот автомобиль, как мы видим, больше использовался для запчастей Хочу заметить, что подвеска у них сделана немного по-разному Потому что здесь она более мягкая Чтобы возить много запчастей Здесь она сделана пожестче Чтобы ехать с парнями Разговор про это Какую подвеску делать Одна мягче, другая пожестче Поэтому так было сделано Поэтому есть небольшая разница в посадке автомобилей По мотору также здесь 402 двигатель Вот Все, в принципе, одинаково Было подготовлено и сделано Так, ну что, идем в салон По салону сразу бросается в глаза Здесь, по-моему, изначально были оригинальные сидения Они то ли оторваны, то ли какой-то косяк с ними был Поэтому приваривали от другого автомобиля И здесь можно увидеть сидения от BMW Они вот так вот выглядят Также сразу мы можем заметить Тоже электричество Тоже розетка Здесь даже стоит старый приемник Но он, правда, не работает, по-моему Не знаю, надо у парней спросить Вот такие у них тут игрушки Ну, опять же, ничего такого сверхъестественного Кроме электричества Ну что, вот такой небольшой обзорчик Скоро парни приедут забирать автомобили Мы обязательно с ним поговорим Зададим какие-нибудь интересные вопросы Как им удалось это все свершить И что они придумали нового Так что, смотрим Наше приключение продолжается Сейчас парни уже приехали И нас ждет очередное препятствие Чтобы отдать им автомобиль Получилось так, что Ключи от сервиса не оставили на охране Ключи от машин там И парни, не спав двое суток Стоят рядом и, наверное, проклинают голоду Да, уже нет, уже плохо Давайте поговорим о поездке первой на Бали Давай Ну, нам, наверное, интересно больше Ваши отношения с машиной С машинами Что у вас Какие впечатления сложились О каждом автомобиле Ну, начнем с ближайшей С белой вот этой Белая лютея Я помню, у нее что-то там Что-то я помню Как-то у нее Паспорти То ли клапана у нее другие То ли что-то такое Я не помню, что точно Но она реально жарит мощнее Ну, она и сейчас как-то увереннее себя чувствует Ну, реально, то есть, как нам, как Санек говорил, что там что-то более спортивное Я не помню, что Но что-то в двигателе реально отличается от красной И она реально жарит мощнее А какие проблемы были Ну, а красная, то есть, более спокойная, да, или как? Ну, типа того Общее впечатление, если Ну, общее впечатление, да, более спокойное Ну, красная красивее Она красивее, да А так всегда красивые Не всегда являются лучшими Красивые, но это более резвое Но и проблем Ну, не, ну смотри как Глобальная проблема была только одна Это у нас к Лаосу Да, мы когда доехали до Лаосу У нас коробка уже издавала просто То есть, ты каждый раз закажешь любую уже передачу Она именно при включении Или когда находишься на передаче уже издавала? Ну, смотри, под конец уже были во всех стадиях То есть, на передаче на любой Ну, началось с того, что, да Третью мы начали включать только с двойным выжимом Ну, это синхронизатор Иначе жуткие шутки Ну, вот сейчас на белой такая же история начинается С синхронизатором третьей передачи А, ну, вот это вот, с этого все началось Потом в итоге, вот, как бы, к моменту въезда в Лаос На всех передачах она То есть, ты едешь просто, не знаю, едешь на четвертой спокойно Ничего вообще не трогаешь Просто аккуратненько, равномерно даешь на газ И тут неожиданно начинается какой-нибудь там Ну, то есть, звуки были Когда первый раз в ней Мы были еще в Тибете, в Восточном И у нас был перегон какой-то лютый Мы там 18 часов по отсутствующей дороге ехали И в какой-то момент, я помню, я за рулем был Она люто застучала, прям, знаешь, металлический Динь-динь-динь-динь-динь Разбираю на сцепление звон продолжается Разбираю на сцепление звон продолжается А, ну все понятно, потому что кардан-то в ней находится Вот, короче, я просто думаю, все, приехали А при этом мы в горах, где-то там на 4-х пищах Вокруг гребаный Тибет Это не наше, товарищ Короче, когда машина начинает издавать такие звуки Это все Можешь, так сказать, вызывать эвакуатор Там все хочешь сделать А в итоге, самое удивительное, что сел за руль Санек Санек с ней как-то умел договариваться Он как-то сел там, в принципе, что делал А Санек потом мне говорит Просто есть некоторые персонажи, которые нихрена не умеют ездить на ручке Ну, по сути дела, это, походу, все мы Потому что иди Вот Санек реально мог с ней договариваться Мы проехали их еще полторы тысячи То есть она продолжала издавать какие-то дикие звуки То есть полторы больше? Она ехала Полторы, полторы Не, не, не Короче, до Пхукета в итоге полторы-полторашка они еще поехали Туда приехала коробка, которую привезла жена гитариста с собой в багаже Вообще, мне интересно, как на нее в аэропорту смотреть Смешно Подожди, а она привезла, как она ее дотащила? 26 кило в багаже В масле, в масле просто замотанная была пленка, пищевая Мне интересны грузчики, как на это Такие, знаешь, сумки А тут еще масле циканет И масло зацят Ну и Катара спасибо не большое Дай Бог тебе здоровья Ну в общем, привезла, да А вот с этой самой жопы была тоже, кстати В Лаосе Да, рулевой дэпфер Вот слева Угу По-моему, направо через речку поворачивал, вот так получалось. То есть ты же не видишь, что там происходит? А, ну по большой дуге такой. Да, да. Это был реальный трэш. Я помню, Санек такой, ну, ребят, что делать? Ну, просто поменьше направо поворачивай. Просто, да, просто у нас дорога по прямой пойдет. Ну, там реально, ты знаешь, в чем уже на серпантине, ты же не видишь, что там за углом горы. И ты каждый раз через речку, и ты каждый раз как бы... Реально, в общем, на этих, на этих, на божьих парах доехали. Ну, в итоге все, все-таки получилось. А так, ну, первые вот, недели две-три какая-то еще, видимо, у нас шла притирочная езда. То есть у нас постоянно то они троили, то Санек там зажигание пытался настраивать, то корбы крутил. Ну, все это... Ну, то есть каждый день что-то происходило. То ломалась ручка дверная, то ломалась ручка... Она не чинилась никогда, по-моему. Открывание окна. Да, 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 кстати, мы применяли. Ну, мелочевки, понятно, было много. Ну, мелочевка каждый день что-то там ломали. Ну, крупняка такого, кроме коробки и демпфера. Крупняка, вот коробка и демпфера, и, в принципе, двигатели чуть-чуть-чуть отлично. Ну, да, и до сих пор. Корбы тоже, вот, которые Ваня собрал, которые мы на высоте закрепили, это вообще было... То есть мы их поставили, и они на 5 тысячах летели как... То есть я думаю, шестеру бы они взяли, на самом деле. По ощущениям, да, они прям перли. Представляешь, на 6 тысяч на Волге за это? Ну, это, что называется, теоретический подход к делу. Да, сначала рассчитать все, а потом сделать. Ну, реально, это вот круто, Ваня Распект, что он так круто все настроил. Тяжелый, первый день в Китае. Вот сейчас едем и понимаем, что мы по Китаю едем до Волга. До Волга, по Китаю. Китаю на Волгу? Китаю на Волгу. А как прошла Европа? Да, ну, точка зрения тачка... Попись с ладошкой. Главенькая. А сколько километров было по Европе-то? 12 тысяч. А, ну, то есть, считай, половина, когда болеет. Ну, в принципе, да. Ну, дороги там совсем другие. Ну, там глобально... Ну, у нас-то... Ну, вот, главная-главная боль была, она как-то с первой поездки ее не было. Это вот именно бьющий руль. То есть на 90-х Камачена, обоих, на сильнее, на белых. То есть все-таки сначала этого не было, и... Да, это появилось, это именно появилось. А, и после того, как это демпфер лопнул еще, да? Может быть, там где-то порыться. Ну, может, кстати говоря, это и связано хер. Но, блин, сейчас фигарит на обеих. Не ладно. Гораздо? Да, да. Ну, на белых гораздо сильнее, но на красных это тоже есть. На красных именно на торможении. На торможении, значит, тормозные диски уже... Кривые. Ну, да, начинают. На определенной скорости руль начинает очень сильно трястись. Кривые. Я, не знаю, может диски кривые. Давайте пойдем за ключами. Спасибо за общение. И удачи. На дорогах. Будем следить за вами. Все следим за парнями. И везде. И вообще. И нахлабучим. По жизни. История забыли рассказать. И парней была. Когда мы... Короче. Перед Европой. Стартуем в Европу. Мы примерно так же, как сейчас. Мы забрали тачки и сервисы. И там типа на следующий день поехали. Доехали до Минска. 700 километров. И уже приезжаем со звуком. Знаешь, когда гвоздем по модному прокалывает глушак. И у тебя уже... Короче, приезжаем в Минский сервис. Поднимаем. Смотрим, что происходит. В общем, я не уверен, что я говорю правильно. Но, в общем, вот из штанов выходит. Да, да, да. Все собирается. И дальше она уже переходит в трубу, которая до конца с банкой идет. Короче говоря, вот в том месте, где основная труба крепится к штанам. Там должен быть фланец. Комут, наверное. Ну, короче, такая большая металлическая керна соединительная, в которой эти две штыки встыкаются. Но, приехав там на сервис, выясняется, что ребята в сервисе, которые нам делали машины, они как-то, видимо, не решили сэкономить, не вовремя это обнаружили. В общем, вместо нормальной детали, там стояла баночка от Адреналин Раша, которая, естественно, за эти 700 километров нахер прогорела. Она в ней там толщины-то сколько. Ну, да, да. И все, как бы, все начало разваливаться. Ну, это нет. Вот это вот, это на автосервисе, видимо, делали из банки, да? Ну, да. Так себе вариант. Ну, кому-то, сроглажаем. Спасибо вам, брасывая. Вот так сэкономили. Вот на этой детали, да? То есть, а поставили вот такой толщины баночку. Ребята, которые в сервисе нам... Да, и там чувак, который открывает, такой, ну, типа, у вас тут Адреналин Раша. Там на двери дыра. Это все, конец? Ну, конечно, все, да. Ну, что, дерево упало, у него вот так, в диагонали. Проперделась. И был боя из других, все то, что было в заглядке, в себе я снова обещал. Что это все в последний раз. Что раз, два, за заскопки газ. Пока, ребята, я поднял. Мы отправляемся на восход. Мы отправляемся на восход. Мы отправляемся... Мы отправляемся на восход. Мы отправляемся на восход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чернила соленая вода, беющий шаг от рождения игрок Эморь взлетела, кем я стал Вся идеальная модель сбралась на какой-то край Ну что, систему он играл? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы отправляемся на восход 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok